Есть особенности восприятия текста людьми. Эти данные были получены методом iTracker, технология отслеживания движения глаз. И самый такой давно известный паттерн восприятия это вот F-паттерн, самая первая картинка. Почему F? Ну, просто потому что, если смотреть красные зоны, то это напоминает немножко букву F. Есть очевидная вертикальная такая черта, очевидная сверху горизонтальная, но и где-то еще там в промежутках. Вот. Это исследование было еще в 2006 году проведено, но оно и в общем в каком-то смысле актуально и сейчас, но только в текстах, где вот просто текст, контент, где там страница текста. Тогда, да, вот восприятие именно такое. Но сейчас онлайн макеты страниц заметно усложнились, и поэтому там работают другие паттерны. Вот, например, как ниже, да, картинка с часами. Называется паттерн газонокосилки или Z-паттерн. Такие вот зигзагообразные движения глаз. То есть глаз человека перескакивает слева направо, справа налево. Вот. Ну, вот при адаптивном дизайне это стало особенно актуально. А есть и вообще аж вот такая модель, пинбол-модель. Тут просто, кстати, она считается самой современной. Совершенно вот люди сканируют страницу нелинейно, вообще, можно сказать, хаотично. Вот такие вот стрелками показано, да, вниз, потом вверх по каким-то точкам. Вот так вот выглядит еще этот айтрекер страницы Google. Было, смотрите, как интересно, да. Вот как мы воспринимаем текст, куда мы смотрим, что очевидно скопление внимания на картинке справа и там где-то под ней, ну и еще какие-то участки, да, поисковые страницы Google. Вот интересно. Google, конечно, это учитывается, естественно, в верстке своей страницы. Ну вот, отсюда вопрос. Если мы знаем паттернное восприятие, то как оформить текст, чтобы донести информацию до читателя? Наверное, учитывая, что буковка F, там наверху аннотация, то есть она должна быть цепляющей, да, шапка какая-то цепляющая. Да, это мы лид называем это лидом. Да, да, да. В общем, что-то важное наверху, да. И, соответственно, левая часть, в принципе, начало абзацев должно быть понятной. Да, Даша, правильно. Андрей пишет, ключевая информация в зоне наибольшего внимания. Все верно, да, да. Спасибо. Спасибо.